А есть страны, в которых математика культивируется, скажем так? Да, безусловно. Какие это страны? Значит, есть совершенно конкретный набор математических стран в мире на карте мира. Ну, помимо нашей замечательной родины, где это происходит со времен Эйлера, это происходит во Франции однозначно, просто совершенно. Это происходит в Японии и в Венгрии. Да, в Венгрии, ну, в Астровенгрии. В Германии закончилось. То есть культивирование математики в Германии оказалось неразрывно связанным с идеями, которые породили Вторую мировую войну, и вместе с Германией все это было уничтожено и помножено на ноль. Я сейчас говорю вещи на грани, но тем не менее. То есть я считаю, что... Может, просто, прости меня, я перебил. Мне показалось, что просто потому, что немецкие математики переехали в Штаты во время войны. Да, она же не родилась потом. Не возродилась, да? То есть это как бы... Это было, как ни странно, оно было второй, обратной стороной того же немецкого духа, который попер на восток. То есть это как бы... Ну, это мое понимание. Я не настаиваю ни в коем случае, чтобы нас в экстремизме каком-то не заподозрили. Это исключительно мое ощущение. Да нет, это история. Вот, то есть германию, математику в Германии уничтожили вместе с Германией как таковой. Вот, а вот сейчас, соответственно, у нас вполне себе Франция, вполне себе Япония, Россия и Венгрия. Вот страны, которые, очевидно, присутствуют на карте. И, в общем, больше я не могу придумать. Ну, Китай и Штаты, у них одна и та же схема. Они просто закупают все извне, и это не все, как бы, это не математические нации. Скажи, математические нации.